Здравствуйте, друзья! Я в Риге. Приехала сюда по двум причинам. Во-первых, встретить свою сестру, которая прилетает на недельку из Берлина. А во-вторых, в шоппинг. Шоппинг. Столь нелюбимый мною шоппинг, но пришло время. Иногда это надо делать. И отсягивая все пренеприятные для меня момент, я решила вначале пройти по Верманскому парку. Какая огромная липа. Это очень старый парк. Один из самых первых в Риге, если не самый первый. И основан он был в 1813 году. И открыт через два года в 1817. Какая красота! Вот какая красота! Это ж надо такая липа вымахала. Может даже со дня самого основания. Но не уверена, не уверена. Итак, парк был заложен в 1813 году по приказу, по распоряжению, вернее, генерал-губернатора Филиппа Паулуччи. В то время эта территория была российской. Это была Российская империя. И, естественно, Паулуччи был подданным России, но этническим итальянцам. Ну, вот как в то время все было намешано. И, в общем-то, я считаю, что это было очень правильно. Потому что таланты отовсюду стекались и служили на благо России. Смотрите, какая красота! Рододендроны еще цветут, а между ними земляника. Земляника декоративная. В то время место это было весьма и весьма неприглядно. Здесь было болото. Ну, по описаниям, такая трясина. И, конечно же, жители не любили это место. Сейчас даже трудно представить, что всего каких-то 200 лет тому назад. Но что такое 200 лет с точки зрения истории? Это мгновение. А это было совсем другое место, совсем другой город, другие здания вокруг. Но одно дело сделать распоряжение, а другое дело найти на это деньги. И парк было решено создать на пожертвования. Богатые люди жертвовали деньги. Но самый большой взнос, беспрецедентный, сделала вдова одного из предпринимателей, Анна Верман. Это было 2000 рублей золотом. В те времена это была баснословная сумма. И это был основной взнос, на который и был устроен этот парк. И поэтому в дальнейшем этот парк было решено назвать ее именем. А я подошла к памятнику Кришьянобарона. Это латвистый писатель. А здесь проходит улица, которая тоже носит его имя. Улица Кришьянобарона. Парк служит прогулкой для местных жителей. С собаками тут люди гуляют постоянно, я вижу. Детская площадка. Такой зеленый оазис в центре Риги. Сейчас такое время, начало лета, когда все весенние цветы уже отцвели. А летние, тем более осенние, еще нет. Ну вот тут посадили, что-то уже оформили, будет красиво. А вот это памятник тому самому Филиппу Паулуччи, по распоряжению которого был заложен этот парк. Памятник безымянный. По той причине, что человек он был скромный и строго запретил увековечивать себя или свое имя и при жизни, и после смерти. Но здесь написано в честь 23 октября 1812 года. Это такой намек, потому что в то время Паулуччи был губернатором Риги. И в Риге случился очень-очень большой пожар в 1812 году. И Паулуччи сразу же прибыл в Ригу именно 23 октября. Это такой вот намек, что это памятник именно для него. Говорят, что в 1880 году этот памятник был вырван, что называется, с корнем. Потому что под ним, оказывается, была шкатулка с документами, на которых перечислялись все деяния этого человека. Но те, кто это сделал, очевидно, думали, что там драгоценности. Хотя никаких драгоценностей там не было. Ну, самое интересное, конечно же, закрытым. Тут фонтанчик такой был симпатичный. Очевидно, его реконструируют. Вот могу только показать, какой он был. И надеюсь, что такое будет. Или даже лучше. Еще один памятник знаменитому шахматисту. Он родом из Риги. Михаил Таль. Вообще, в этом парке традиционно с давних времен, ну, как с давних, с относительно давних, но проходили соревнования шахматистов. И говорят, что они происходят до сих пор. А вот павильон. Это павильон минеральных вод. Потому что вскоре после открытия парка были созданы в Риге искусственные минеральные воды. Именно искусственные. В то время это была дива дивная. В то время были только естественные минеральные воды. Но они были далеко. Это была или же Германия, или же Кавказ. Не каждый мог добраться в такую даль. А в Риге были созданы эти минеральные воды. Прошли дегустацию всеми светилами химии и мини-арологии. И признаны очень-очень хорошими, ничуть не отличающимися от естественных. И вот в этом павильончике и происходила все время дегустация. И не только распитие минеральных вод. Сейчас, насколько я знаю, это что-то типа ресторанщика, развлекательного. Может быть, даже с каким-то художественным уклоном. Честно говоря, друзья, я тут ни разу не была. Я только так что-то слышала. Вот так что-то слышала. А это памятник той самой фрау Верман, Анне Гертруда Верман, на чьи средства, по сути, и был разбит этот сад. Конечно, после этого уже несколько раз реконструировался. Но, тем не менее, основу заложили именно в те годы. Все засажено розами. Красиво будет, когда они расцветут. И два таких лёвика. Я туда не пойду газон топтать, хотя уже вытоптано. Вот два таких лёвика по обе стороны. Очень-очень популярные самокатики у нас сейчас. Очень-очень мне хочется попробовать. Но не сразу, не сейчас. А закончу я свой рассказ возле вот этого памятника. Памятник Карлу Падагу, или по-латышски Карлис Падагс. Это был такой фотограф. В 20-30-х годах прошлого века. По рассказам современников он был утончённый. Ценящий всё прекрасное. В том числе прекрасных женщин. Это ценитель всего возвышенного. И вот он сейчас тут стоит. Привет, Карлис. И вот он сейчас тут стоит и смотрит на всё прекрасное. В том числе на всех прекрасных дам, которые проходят мимо него. Его тут даже называют не фотографом, а график и живописием. Ну, или же иногда говорят фото художник. Ну, вот что-то такое вот очень-очень подъемное. Памятник, конечно, поставлен недавно, уже в нашем веке. Ну, а я с вами попрощаюсь рядом с этим господином. Пожелаю вам всего самого доброго. Пожелаю вам много хорошего, красивого, изящного. А я пойду делать шопинг. Ну, это уже совсем другая история. До свидания, друзья. До следующей встречи.